Перед единым днём голосования, 13 сентября, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, генеральный директор Всероссийского детского центра Орлёнок Александр Джеус, посетил поселение Туапсинского района. Он встретился с жителем муниципального образования и ответил на интересующие их вопросы. Также напомнил избирателям о важности голосования на выборах главы администрации Краснодарского края и представителей органов самоуправления. Первая встреча состоялась 3 сентября в администрации Небухского сельского поселения, на которой присутствовали руководители территориально-общественного самоуправления, представители молодежного совета, руководители муниципальных учреждений поселения. Встреча прошла и в поселке Тюменском. В общеобразовательной школе номер 37 депутат ЗСК встретился с представителем учебных заведений и жителями поселка. А 4 сентября Александр Васильевич провел встречу с сотрудниками Всероссийского детского центра Орлёнок и с жителями Новомихаловского городского поселения. Первое, что Александр Джиус отметил на встречах, это высокий уровень экономического развития края за последние годы. Депутат отметил и основные проблемы курортной зоны района. Это устаревшая инфраструктура, очистные сооружения, сети воды и электроснабжения, а также газоснабжение Туапсинского района. За последние 15 лет Кубань прошла гигантский, скажем, путь. И с 44-го, если я не ошибаюсь, 44-го места мы продвинулись на 4-е и на 5-е место по целому ряду показателей. В 2014 году только собственных доходов у нас было 184 миллиарда рублей, а консолидированный бюджет 230 миллиардов. То есть это гигантская сумма, которая позволяла нам решать все задачи, связанные с социальным обеспечением граждан Краснодарского края. В первую очередь решение целого ряда проблем территорий. Мы приняли больше 20 программ, такие программы, как газификация, сельские дороги, освещение и так далее, и так далее. Строительство спортивных площадок, спортивных объектов. Задача, которую перед нами поставил исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Венеменович Кондратьев, перед этим ставил ее и предыдущий губернатор, нынешний министр сельского хозяйства. Это, по крайней мере, не падать в валовом региональном продукте, а более того, прирасти хотя бы на 1% – это наша задача. То есть, если мы останемся на прежнем уровне и перегруппируемся, наши усилия поставим на те точки роста, которые необходимы. В первую очередь, конечно, это транспортно-логистическая структура, это сельское хозяйство, безусловно, что является для нас локомотивом развития нашей экономики. Это переработка, то есть, это уже симбиоз сельского хозяйства с промышленностью. И целый ряд других проектов, которые будут направлены на развитие нашего Краснодарского края.